ребята здравствуйте сегодня хочу поделиться своим монтажом для поплавочной снасти с помощью которой я ловлю в основном линя и карася где-то в оболоченных каких-то заросших местах водоема ловлю этой снасти уже где-то больше пяти лет минусов если честно не вижу про плюсы расскажу в ходе нашего видео ну что поехали для начала нам нужно надеть стопор стопор я беру вот такой он подороже чем есть такие маленькие силиконовые вот этот подорожен как бы более такой грубый и не повреждается траву а леску надолго хватает его одеваем стопор оттягиваем его основной лески следующим элементом нашей оснастки будет замочек замочек лучше брать поменьше все расскажу почему и зачем и как открываем замочек с вертлюшком обязательно и опять же это все дело закрываем стопором вот такая вот получается у нас система сюда вешается поплавок логично это большой плюс в этом замочке что вы всегда сможете сменить поплавок если он если вы его повредили особенно в таких местах это часто где-то сломали бывает вот это вот основание ломается также крепление в одной точке поплавка для карася линия ловли я считаю самым лучшим потому что крепление в двух точках или более придет зацепу который тяжело потом достать пример за траву все он так вас прицеплен прикреплен здесь трава или здесь попадает вы дергаете ломаете поплавок а так он спокойно выходит из травы в общем вот этот вот большой плюс этой системы что можно менять поплавки также ввести на рыбалку можно в отдельном тубусе примерно в таком ну что далее огрузка поплавка для этого поплавка я уже знаю сколько нужно грузика погружаю его и примерно вот так он не видит и чуть дальше я угрожаю так чтобы было в разница в цвете лучше виднее огружая главное одна особенность начинать стоит и гружать снизу с самого маленького грузика подпаска подпасок я ставлю обязательно потому что даже малейшее касание рыбы подпасок поднимается и оснастка такая чувствительная что передает на поплавок любое касание ставим подпасок и где-то сантиметров 20 выше него начинаем ставить основные груза грузов ставим как можно больше ставим от самого легкого самому тяжелому вверх так рыба не сильно не чувствует сразу все грузики она чувствует сначала подпасок потом следующий легенький груз потом следующий то есть она не настораживается поэтому это важно тоже погрузить но я ставлю минимум пять грузов и лучше их ставить такую как бы полоску так снасть не путается при забросе летит точно такая получается система делаем петельку для поводка надеюсь все это умеете складываем двое и обычно смачиваем не забываем и затягиваем у нас получается такая петелька который будет крепится поводок насчет поводков не всегда использую для ловли карася линия поводки если очень заявленный водоем смысла у них вообще не вижу ловлю на вот на 0 20 вот такая вот в общем систему получается сейчас еще покрепим сюда поводок ну вот такой вот длины и оставлю поводки еще раз повторюсь не всегда их ставлю иногда не вижу в них смысла если за или не слишком заросший водоем поводок и не ставлю и никаких проблем нет с рыбой здесь мы поставим поводочек продеваем я в петлю у нас это вот крючки острые овнеры тоже важно при ловле карася получается такая у нас снасть идет два стопора между ними замочек на который мы вешаем поплавок он никак не путается ничего не происходит если все сделать правильный вертужок работает далее идут грузики с цепочкой от меньшего к тяжелейшему подпасок обязательно и поводок пользуйтесь этой снастью попробуйте минусов я в ней не вижу вообще никаких плюсы я вам уже назвал спасибо за внимание рад если был вам полезен ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал до свидания что ждут спасибо про е